Приветствую, друзья. Конечно, я не буду перебивать Михаила, когда мы будем делать следующий с ним совместный выпуск. Просто я очень хотел, чтобы эта мысль, которая вдруг возникла тогда в беседе с Михаилом, мастером ТРИС, запомнилась, прозвучала. И чтобы на самом деле люди, которые мне потом пишут, зачем же вы его перебиваете, зачем же вы его перебиваете, чтобы они услышали это и сделали это. И я надеюсь, вот сейчас я об этом говорю, я надеюсь, сделают. Поэтому. Приветствую, друзья. Тепло в теле, которого давно не было. Кто-то вдруг почувствовал, что отпустило, наконец. А в то время, когда было всё время напряжённое состояние, и невозможно было понять, откуда оно держится, и вдруг отпустило. И вот я перечисляю сейчас те признаки, тот комплекс положительных улучшений, которые вдруг произошли после того, как посмотрели ролик, который называется «Супер-медитация». Почему? Потому что я там перечислял действия, которые могли оказаться резонансными для текущего индивидуального состояния любого человека. Кому-то показалось синий цвет, ему приятен, кому-то показалось звук «Ха» очень приятное, кому-то показалось дрожание в теле очень приятное, после которого наступает какое-то облегчение, как будто груз падает с плеч. Такое приятное состояние освобождение. Вдруг всё время человек был в мобилизованном состоянии, потому что, возможно, когда висит какая-то проблема, которую человек всё время пытается решить сознательно или даже подсознательно, даже привыкнув к этой проблеме, не отдавая в этом себе отчёта, например, у него есть какие-то личные отношения. Могут быть с близкими, может быть он судится с кем-то, может быть он дом строит, и что-то где-то там не получается, и он всё время озабочен этим, хотя занимается любыми другими делами. И ему кажется, что это само собой, а на самом-то деле висящая проблема держит человека в состоянии мобилизации, то есть напряжения, потому что мозг всё время пытается найти решение. И отсюда возникает масса невротических расстройств, и человек не понимает, откуда у него там спазм здесь, откуда у него проблемы вдруг в спине, откуда у него вдруг проблемы в голове, откуда у него вдруг сон нарушился. Потому что он не понимает, а потому что он всё время в мобилизованном состоянии, как солдат на фронте, который не знает откуда что произойдёт, и всё время держится в напряжении, чтобы вовремя реагировать. Так в таком состоянии же человек не может быть долго, он же истощается, клетки мозга теряют запас питательных веществ, и поэтому потом где-то клинит, и возникают какие-то блоки. И в сознании блоки возникают страх, тревога, а когда такие вот моменты происходят, и в теле возникают блоки, зажимы, спазмы, сосуды спазмируются. И поэтому, когда вдруг человек наталкивается на действия, которые ему предлагается подобрать, и вдруг оно ему подходит, например, я сказал, горькое ощущение, горькое, вы как будто поживали, и вам горькое. И кому-то вдруг сразу совпало резонансное действие с его бессознательным, может быть, каким-то напряжением. А эти точки напряжения откуда берутся? Дело в том, что у нас масса неотреагированных эмоций, дело в том, что у нас масса неотреагированных реакций, невыполненных дел, незавершённых, как говорится, гештальтов. Ну, там много чего происходит. Эти точки напряжения, это потенциалы напряжения, они создают некую такую послойную деформацию, послойный такой вот, как торт Наполеона, ну, вот какой-то такой вот, такой вот, такой вот. Вы понимаете, да? Конечно, понимаете. Имеется в виду слоистость какая-то неравномерная, негармоничная. Нет целостности. Да, перепугал, перепугался когда чего-то, что-то не сделал, хотел, хотел быть творцом, хотел, например, рисовать. Сейчас как раз предупредили, что сегодня, что будет снег опять, будут холодные погоды, кто-то реагирует на это, кто-то меньше реагирует. Ну, я во всех предупреждал, что надо 12 примерно дней каждый день обязательно записывать геомагнитную обстановку, температуру, атмосферное давление. Дождь, ветер. Ну, четыре параметра записывайте. На самом деле это важно. И потом вы будете чувствовать, почему, когда вам плохо вдруг. И будете знать, что когда плохо, например, надо ушки разминать, надо мысочек за ушками разминать, надо точки хэгу разминать, надо шейку разминать, находить больные точки и разминать. А эту руку как подставку сделать, чтобы кисть была свободной. Да, потом здесь вот Олен показывал, как вот там пальчиками точки фэнчи разминать. Вот здесь вот нашел там точечку. Ну, у нас будет вебинар. Я думаю, что Олена попросим, чтобы он еще раз показал, чтобы еще раз мы посмотрели. Это очень важная зона. Она регулирует вегетативные и всякие процессы. Ну, например, симпатические и парасимпатические отделы нервной системы. Потому что эти отделы нервной системы, они два таких главных отдела, они пронизывают все. От зрачка там до горла там до работы желудка, до легких пронизывают. Баланс. Ян-инь, так сказать. Когда парасимпатическая нервная система активна, это вот царство вагуса, так сказать. Это когда вы спите. А вот когда симпатикотоническая активна, это вот сердцебиение, это адреналин. Там должны быть все органы, пронизанные этими отделами, веточками этой нервной системы. И поэтому надо, чтобы баланс. Вот эти точки и эти точки регулируют баланс. Это физиология. Это физиология. А вот что касается психологии, надо, чтобы психология была согласована с физиологией. Образно говоря, ум, ум и тело, и душа, эмоции. Ну, то, чтобы все было согласовано. И вот когда человек все время находится в сдвинутой фазе, то все время решает какой-то вопрос, спит он или не спит, обедает ли он, занимается любимыми делами, вопрос висит. И он все время мобилизован в какую-то сторону. И вдруг я показал вот этот ролик «Супер-медитация», кто не видел, посмотрите прошлый раз, «Супер-медитация» называется. И вдруг, я же его как сделал? Как специалист, как ученый, как автор метода ключ, синхрогимнастики ключ, как автор вообще-то этого класса методик, который в принципе называется синхрометод. Я, почему синхро? То есть действие синхронное к текущему состоянию. Это какое действие? Это которое точно совпадает с вашим текущим состоянием в момент применения. Поэтому у нас принцип подбора путем перебора этих действий. И вы натыкаетесь на действие, которое вам точно попадает, то есть резонансное к вашему текущему состоянию. И мгновенно там происходит. Условно говоря, то волшебство. Но это наука. Это наука. Я вычислял это много лет. И во всех моих книгах последних, по крайней мере, десяти лет, есть эти механизмы, описанные. Это те механизмы, которые психологи и психотерапевты инстинктивно применяют и применяют в различных методах. В гештартерапии, психоанализе, там и когда учат методу Сильва. Да, применяют это инстинктивно, но так четко определить, что именно там происходит. Я это определил и смог этот ролик создать, который я назвал по этому «Супер медитация». Потому что я видел, что в интернете много показывают видеороликов медитативных, в виде природы, музыку. Да, да, кому-то музыка эта синхронная, то есть резонансная. Кому-то природа, образ природы резонансен. Он вдруг вспоминает, когда он был маленький, как он гулял по лесу, или слышал шум бегущей воды, или плескалось море, и он вдруг вспомнил, глядя на природу. Ну, поэтому это и делается. Ведь просто, понимаете, кому-то вот это вид природы так тронул, и он забылся обо всех своих рутинных проблемах, обо всех своих тревогах, забылся. И восстановился. Погулял там в этой природе мысли, и восстановился. А еще мы с Андреем Обиденным будем делать встречи. Он композитор. Я там буду свои картины, вот, например, «В ночь на Рождество», или там другие картины, а он музыку прекрасную пишет. У него чудесная музыка. Мы уже несколько роликов с ним делали и обещали, что у нас будут такие ролики. И скоро уже, скоро уже, буквально, уже они начнутся. Это будет интересно. Кому-то это будет резонансно. Я просто вам рассказываю механизм. У нас же школа «Человек будущих» – «Homo futurist». Я многие вещи пытаюсь объяснить, как устроена работа головы нашей, чтобы мы понимали, как проще и доступнее для себя находить решение вопросов, которые нас действительно гложет и волнует. Для этого. Ну, конечно, если там в интернете вот одно видео, там можно посмотреть, можно музыку послушать какую-то приятную для себя, приятная для вас та, которая синхронна с вашим состоянием, где вы успокаиваетесь и приходите к себе, задумываетесь, то есть выходите на состояние нуля. Да, это то, 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 да. Резонансные действия приводят вас к нулевому состоянию, потому что сбрасывается стресс, потому что стресс – это как раз-таки те конфликтные ситуации, вот эта вот многоуровневая логика вашего организма, от психи до пяток, когда нет целостности, когда там есть противоречия накопленные, потому что человек по природе творится, а ему, допустим, не даёт быть таким, какой он есть. Ну, каждый человек по природе творец. Откуда у него творческое начало? Я вам просто скажу. По моей теории, творческое начало в человеке, потому в его генетике, потому что в нём и в каждом из нас вся эволюция предшествующих поколений – мы итог эволюционного развития. В нас есть всё – и дедушки, и бабушки, и всё-всё-всё-всё-всё. И вот этот потенциал мощнейший требует разрядки. И разрядка происходит в момент творчества, в момент, когда вы что-то созидаете. А кто не созидает, тот разрушает. И потом получается вот такое. Если вам не дают быть самим собой, то есть не дают быть творцом. Творцом – это не обязательно картины, как я, рисовать. Творец – это может быть в решении любого вопроса. Это созидатель. Итак, друзья, а я там взял, я там взял, в отличие от того, что в интернете разные медитативные там показаны, или картинки показаны, или музыка там какая. Я просто взял и сделал по принципу ключа, по принципу подбора, путём перебора, предложил вам ряд самых разных возможных, образно говоря, картинок, действий. И вы когда смотрели, кто-то, условно говоря, западал на горькое, кто-то на музыку, которую я мог так сказать о музыке, о музыке сказать мог. А мог сказать о каком-то действии. Ну, каждый слушает, просматривает, и я специально это так сделал, вот именно перебором, чтобы человек мог посмотреть и внутри себя как бы перебирать, и пытаться найти, что ему резонансно, то есть что ему легче, о чём хочется думать, и у него происходит разгрузка. Я предупредил, не удивляйтесь, если плакать захотите, не удивляйтесь, если спать захотите. Не удивляйтесь, что некоторые вопросы, которые висели над вами, начнут легче решаться. Итак, друзья, я вам всё рассказал, механизм. То есть я делаю то же самое, что все делают, всё есть, и все специалисты делают, и все люди делают. Да. Но я просто это систематизировал, проанализировал, и сделал в доступном, компактном виде, и поэтому мои материалы сразу работают. Да. А кто читает мои книги, работает тем более, потому что невозможно в одном ролике всё рассказать. Новичок, пожалуйста, прочитайте описание под видео, кто я такой, и чем занимается школа «Человек будущего» «Кома футурус», потому что это единственная школа в мире, в котором есть объяснение, какие качества будут у человека будущего через тысячу лет. И там мы вместе создаём науку человечности. А ключ, ключ, который позволяет подобрать действия синхронные, то есть резонансные вашему текущему состоянию в момент их применения, которые помогают быстро снять любые стрессы, использовать энергию страха как стресс-трамплин для решения нерешаемых вопросов. Это всё там есть. И в книгах есть, и в Телеграм заходите, и в Телеграме запишитесь, не только здесь, в Ютубе. Это не одно и то же. Здесь и там, это не дублирование, там по-своему это поддаётся, здесь по-своему, потому что люди там могут быть разные, и обсуждения разные. Конечно, это очень интересно и полезно. Такой школы больше нет. До встречи.